сегодня мы опять направляемся в путешествие по следующему нашему калчур лаксы спас едем хамильтон нет как на задарку витам как будто касса едем замок находится это все в хамильтоне так что мы продолжаем исследовать хамильтон там мы были музеи стиме технологии там мы были в children's museum в котором нечего делать в котором три комнаты и там мы были royal или это уже в Борлингтоне значит они там не нет Борлингтон, только в Рамтон, это Торонто в Украину в общем короче мы продолжаем исследовать хамильтон еще мы планируем ехать там есть такая военная военный корабль который слушает сейчас музея скорее всего мы не успеем на него попасть потому что все это работает сегодня до 4 до 5 а время сейчас уже час и что мы успеем мы не знаем потому что еще это все время включает в себя обед возможно мы не будем обедать я думаю мы можем как смотря мы быстро как пройдем может быть даже не успеем пройти эти два места погода сегодня неплохая, сегодня не жарко это в районе 26 градусов сейчас 30, да, но это на солнышке но я думаю что, ну не 30, а приятно на улице ниже в общем едем посмотрим что нового мы сможем вам показать и о чем мы сможем вам рассказать вот мы приехали сейчас идем сделаем адмишн покажем свои карточки дорогие наши калчур вот такое красивое место здесь стоянка очень удобная большая так что места всем хватит стоянка бесплатная вот так что идем сейчас в главное здание и Дошка взял свой новый рюкзак который мы ему купили к первому сентября да вот какой красивый мальчик Габи едет в колясочке мы ждем наших друзей с которыми мы сегодня здесь встречаемся будем путешествовать вместе с ними вот, ну мы пока сделаем регистрацию помоем яблоки и морковку, которую Габи выронила в машине все надо помыть, потому что все грязное и будем вам показывать что здесь есть интересного так красиво ставни раскрыты здесь какие-то конюшни и вот такой вот вход красивый такие стулья можно сесть отдохнуть здесь уже парк, здание, в общем, будем сейчас смотреть еще одна великолепная достопримечательность Cultural Access Pass это замок Дандерн, в который мы направимся сегодня он является историческим, неоклассическим особняком на постройку которого ушло 3 года и 175 тысяч долларов и это только лишь в 1835 году, на минуточку этот дом был богат это был один из первых домов в котором были все новейшие технологии последний писк, так сказать газовое освещение, там проточная вода это все еще не было доступно даже многим состоятельным семьям того времени потом в будущем вы сможете также по видео увидеть это по ванной комнате, в которой есть и унитаз и сама ванна того времени сегодня замок принадлежит городу Гамильтон или Хамилтон который приобрел его в 1900 году за 50 тысяч долларов скажете вы, продешевили типа, да? но также город потратил около трех миллионов на обновление сайта, чтобы сделать его открытым для общественности наш замечательный гид, он действительно такой веселый классный мужик который был провел у нас по всем уголкам и комнатам дома который, в общем-то, иллюстрирует повседневную жизнь 1850-х годов это как раз то время, когда было это все построено и, так сказать, действовало Пельмешки Пельмешки, так, а теперь пельмешки в студию он называется, конечно, замком но на самом деле, и гид сам объяснил это не считается, как в европейском соотношении замок потому что ни его постройка не соответствует ни его, как бы, метраж дома он не соответствует тому, чтобы называться замком но из-за того, что вот эти были новые технологии того времени и вот вся величина вот этого дома в соотношении к тому году по Северной Америке это, в общем-то, очень считалось большим поэтому он назывался с тех пор замком и вот просто закрепилось за ним это название но на самом деле это просто огромный особняк то есть можно это просто назвать большим особняком и, в общем, в конце 1960-х годов замок был восстановлен и признан национальным историческим памятником Канады это очень интересное путешествие интересно походить, послушать истории отведать печенюшек и, в общем, всяких овощей которые на самом нижнем этаже в подвальном помещении там, где была раньше кухня приготовят для вас тоже реженая кухарка поэтому очень интересное путешествие я считаю, что и для всех возрастов ну, для малышей совсем наверняка это будет менее интересно но для деток, в общем-то, от пяти лет это уже очень интересная достопримечательность так что погуляйте вместе с нами это очень интересное путешествие 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 в моём углу это очень интересное путешествие это очень интересное упорнение а игре в на самом немыther программу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok